Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня актуальная тема видеоурока. Тонизируем, активизируем, даем энергию ци в лодыжку. Пожалуйста, вот у нас лодыжка с вами. И, конечно, частенько вывихи, травмы, ушибы, особенно падение на льду, либо гололед наступает. И, конечно же, что пожилой возраст, люди частенько могут отступиться от бордюр, либо на ровном месте упасть, тем самым подвернув что? Ну, в лодыжку. Чаще всего это растяжение связи. Ну, и, конечно же, чаще всего обращаются к этой проблеме, кто спортсмен, потому что это уязвимое место. Его нужно, прежде всего, укреплять, эти мышцы. Мышцы нижних конечностей. Это основа человека. Если человек уверенно стоит на земле, он уверен будет во всем. Если человек не уверенно стоит на ноге, он будет что? Не уверен во всем. Поэтому мышцы нижних конечностей нужно укреплять. А представьте себе, что человек укрепляет, укрепляет нижние конечности мышцы, а меридианы, которые простираются по нижним конечностям, в данном случае мы видим меридианы желчного пузыря, но еще нужно посмотреть 5 меридианов. И диагностика 12-меридианов вам в помощь. Для чего? Не для того, что там нужно обязательно сделать. Она сделает диагностику 12-меридианов. Она приоткрывает вам, прежде всего, ваши уязвимые меридианы. И ничего страшного в этом нет. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Если вы знаете, представьте себе, меридиан желчного пузыря у вас всегда пребывают слабости. Год, два, три, десять лет. А потом это уже хроническое состояние. А потом тут раз, кульминация. Человек на ловном месте подвихнул ногу, как ноги говорят. Отступился, ты знаешь, не могу встать на ногу. Приложил лед, сделал, помассажировал, все, не попускает. А когда проводишь диагностику, смотришь, что этот меридиан уже практически не выполняет свою функцию. Либо выполняет ее процентов на 10-20. А те остальные 80%. А он не брал этого внимания. Поэтому данная точка ВВС-43 сельцы, эта точка тонизирует, активизирует вам не только меридиан, но и лодыжку. И может всегда использоваться при всех вывихах, травмах, ушибах, растяжении связок. Ну и, конечно, падение на голодице, либо на ровном месте. Но это на первом этапе. На втором этапе, уважаемый зритель, помните, вы должны восстановить этот меридиан в норме и содержать его длительно в норме. Данную точку ВВС-43 сельцы при всеразличных травмах, ушибах, увихах, скажем так, растяжении связок, нужно тонизировать. Спасибо за внимание.